Тропическое северное побережье Австралии На смертельной арене единственной в своем роде на планете Сражаются самые фантастические обитатели океана Нашествие крокодилов Мыс Йорк, май Вся северная конечность Австралии прорезана змеящимися к морю извилистыми реками Мощные приливы наполняют и питают эти реки Так что пищи в них хватает круглый год Это идеальное место обитания для одного из крупнейших в мире хищников Грибнистого крокодила Схватки между самцами бывают жестокими Крокодилы бьются за территорию Самцы крокодилов патрулируют свою часть реки Ревностно охраняя запасы пищи и самок Самый большой крокодил, босс Контролирует лучшие угодья на реке, простирающейся на сотни метров Этот пятиметровый гигант Мгновенно пресекает любые посягательства соперников с помощью грубой силы Крокодилы властвуют в этих соленых, приливно-отливных реках Благодаря особой железе на языке, которая помогает выводить излишек соли из организма Она не только позволяет крокодилам выдерживать соленую воду в реке Солевая железа – это их пропуск в океан Крокодилы могут заплыть на сотни километров в открытое море Прямо сейчас этот самец поставил перед собой цель Он направляется к Крабовому острову, чтобы присоединиться к собратьям Это передовая группа десанта Крокодилы, знающие секрет острова И это знание меняет их правила боя Вместо того, чтобы согреваться в удалении друг от друга Эти обычно территориальные животные делают это вместе Практически в любом другом месте они бы уже подрались Но на данном острове эти бойцы почему-то не открывают огонь Наскоро к ним присоединятся и другие, посвященные в тайну крокодила На Крабовом острове вот-вот произойдет неимоверное сражение Но для этого должны появиться черепахи Австралийская зеленая черепаха долго странствовала по Арафурскому морю Вокруг северной части Австралии Но теперь пришла пора размножения После спаривания самке необходимо найти пляж, чтобы отложить яйца И ее неотвратимо влечет к арене на Крабовом острове Когда прибывают черепахи, мирное течение жизни острова нарушается Береговая линия – опасное место Это первая из многих австралийских черепах, которым придется пробиваться с боем Острозубые акулы несут смерть на мелководье Но на берегу она должна быть в безопасности Своими сильными ластами черепаха роет глубокую яму Которую откладывает порядка 50 яиц А затем возвращается в море Австралийские зеленые черепахи – крупные и крепкие существа с опасным укусом Она не пасует даже перед бандой крокодилов И, как ни удивительно, они пропускают ее Но у многих черепах есть боевые шрамы На эту самку недавно напала акула На других черепахах можно заметить следы старых ран Некоторые погибают от ранений Их тела быстро находят падальщики Даже грибнистые крокодилы не против полакомиться падалью Но острозубые акулы не дремлют Они подплывают, учуя в кровь в воде Другой крокодил тоже готов посоперничать Когда речь идет о еде Перемирие между грибнистыми крокодилами отменяется Альфа-самец первым переходит в нападение Он изо всех сил бьет головой по воде, предупреждая Держись подальше Труп черепахи остался без охраны И акула тут как тут Хотя острозубые акулы опытные охотники на мелководии Черепаха все же вне ее досягаемости Акулы оттеснили доминантного самца крокодила И его соперник пользуется этим Альфа-самец понимает, что вот-вот упустит свой обед Но впечатляющий размер конкурента заставляет его хорошо подумать Обдумав все, он все же решает побороться Он пытается вернуть черепаху Но из-за волнения делает серьезную ошибку На суше он может зафиксировать тело черепахи Но затащив черепаху на глубину, он теряет свое преимущество Акулы гораздо быстрее и проворнее Два этих высших хищника редко встречаются Не говоря уж об их сражениях Это выдающееся противостояние В ходе последующих нескольких месяцев Крокодилы, черепахи и акулы Столкнутся в невиданном ранее представлении Превращая этот спокойный остров в зону боевых действий Оставшимся в родных реках крокодилам Не приходится отбивать у акул черепашье мясо Здесь они хозяева положения Грибнистые крокодилы Эксперты в маскировке и охоте из засады Погрузившись в эти мелкие воды Крокодил терпеливо поджидает ничего не подозревающую добычу КОНЕЦ 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 Крокодилы безусловные властители этих рек Есть еще одна причина, почему именно сейчас им следует оставаться на месте До периода спаривания крокодилов остались считанные месяцы Лучшие места для строительства гнезд привлекают большинство самок Жизнь кипит здесь как никогда Альфа-самцы держатся своих территорий Но что-то спровоцировало странное изменение в их поведении Самец-помельчик родился по территории босса Оставаясь вне поля видимости Он явно что-то задумал И не только он пришел в движение Неожиданно свою территорию покидает и крупный самец Он контролирует лучшие места для гнезд на реке Так что может позволить себе выбирать самок Но вместо этого невероятно сильный импульс уводит его от дома Он отправляется в опасное путешествие Которое займет не один день Ему придется столкнуться с приливом Однако, чтобы заставить их бросить территорию, пищу и самок Это путешествие должно подразумевать особое вознаграждение В путь выдвигаются не только доминирующие самцы Но и молодые самцы-изгои Самки тоже покидают дом Невероятным образом Гребнистые крокодилы из рек вокруг мыса Йорк Приходят в движение И, похоже, все они движутся к побережью Начался всеобщий поход на Крабовый остров Сотни километров оттуда, в Арафурском море Все больше австралийских зеленых черепах стремится на сушу Но им подойдет отнюдь не любое побережье Они проплывают мимо даже идиллических островов После долгого времени, проведенного в море Внутренний магнитный компас ведет каждую самку к единственному острову Который она когда-либо знала Крабовый остров, вокруг которого нет рифов Идеально подходит черепахам с хрупким панцирем Большинство этих черепах родились здесь И теперь лишь здесь могут отложить свои яйца День за днем сюда прибывает все больше крокодилов Ожидающих важного события Но температура растет А порывы ветра достигают 50 километров в час Так что это суровое место для посетителей И особенно для откладывающих яйца черепах Когда полуденная температура достигает 40 градусов Черепахи начинают выползать наверх Одна за другой И вот их уже десятки Большинство других видов морских черепах Просто испеклись бы тут заживо Даже для крокодилов здесь слишком жарко Огромные рептилии беззащитны Клик крошечными жалящими насекомыми Пляжи тянутся на 6 километров Однако в поисках лучшего места для гнезда Некоторые черепахи теряют ориентацию Эта самка заблудилась в глубине острова Она совершенно измотана Ее жизнь завершается на том же острове Где она когда-то появилась на свет События на арене крабового острова набирают обороты Большинство самок отложат яйца еще дважды или трижды за сезон Этот теплый песок теперь станет инкубатором для тысяч кладок яиц Крабовый остров самое большое и важное место размножения Австралийских зеленых черепах в мире Все дело в его изолированности Другие хищники могут добраться сюда лишь преодолев Таящее множество опасностей воды А крокодилы готовятся взять его штурмом Двигаясь вниз по течению эти крокодилы добрались до побережья Здесь, в густье реки Джардин, начинается один из самых опасных участков пути Самец остановился передохнуть на южном берегу Он пробыл здесь день, просчитывая следующий шаг Он не повернет назад Слишком многое поставлено на кон Он ждет, когда океанские течения будут благоприятны Затем отправляется к Крабовому острову Не он один приходит в движение Другие крокодилы из таких рек, как Скардан, Джексон, Кристал Крик и Джардин Движутся в открытый океан Черепахи возвращаются на Крабовый остров, проведя 20 лет в море Но именно следующие несколько часов станут наиболее опасными в их жизни Сезон размножения в самом разгаре Одни за другими полчища черепах выходят на берег день и ночь Только за следующие сутки порядка 500 австралийских зеленых черепах Отложат яйца на этом острове Происходящее на Крабовом острове ночью оставалось для нас полной загадкой До сих пор Специальные камеры, снимающие при свете луны и звезд Позволяют нам заглянуть так далеко во тьму, как никогда ранее Впервые в истории, открывая нам происходящее на Крабовом острове в самые мрачные часы Грибнистые крокодилы, расслаблявшиеся на пляже днем, теперь переключаются в режим охоты Черепаха вырабатывая Черепаха вырывается изо всех сил, но челюсти крокодила держат ее мертвой хваткой Она еще может ускользнуть, если он разомкнет челюсти, чтобы схватить покрепче Но она упускает свой шанс Охотник за черепахами четко знает, что делать Он затаскивает ее на глубину, чтобы утопить Именно теперь начинает приоткрываться уникальная, сокровенная тайна острова Прошло три месяца с тех пор, как первая основная волна черепах отложила свои яйца Остров ожидает новое нашествие черепах Некоторые из этих детенышей вывыпились уже несколько дней назад Но ждали под песком, когда на свет появятся остальные братья и сестры Один за всех и все за одного Только так можно осуществить великий побег Первым препятствием, словно проволочное заграждение по периметру, оказывается растительность Подгоняемые братьями и сестрами, 30 с лишним юных черепах выбираются из гнезда Но во тьме их поджидает множество голодных ртов Ночной патруль из птиц, каледонских кваков и азиатских ябиру готов атаковать цель Аист, словно беспощадные жнецы, методично и с легкостью расправляются с черепашатами Но аист медлителен, и пока он занят с их собратьями, несколько юных черепашек умудряются ускользнуть Он просто продолжит искать и уничтожать в другом месте Самка черепахи мертва Но лишь очень сильный крокодил сможет расчленить ее тело Увы, на его добычу есть и другие претенденты Это не только его заклятые враги, но и другие крокодили Они держатся рядом, очень близко И он постоянно чувствует давление Но он не уступает и не отказывается от обеда Смертельное вращение – лучший способ расчленить крупную черепаху Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ПОДПИШИСЬ НА КОНЕЦе перерастает в нечто гораздо более любопытное. Очень осторожно приближается крокодил поменьше. А затем случается весьма удивительная вещь. Крупный самец подставляет свое наиболее уязвимое место другому крокодилу. Он должен быть абсолютно уверен, что тот не нападет. Может, это самка? Что совсем уж удивительно, он позволяет другому крокодилу поесть его черепаху. Это невероятно нетипичное поведение. Засунув голову глубоко в панцирь, крокодил не способен защищаться. Может, он знает, что это безопасно? Может ли это быть свидетельством того, что крокодил из Крабового острова – это не просто скопление случайных особей? Возможно, это пары или даже родственники. Никто прежде не исследовал теорию о том, что грибнистые крокодилы могут жить семьями. Может быть, крокодилы, приплывающие на Крабовый остров, общаются и имеют такие социальные связи друг с другом, о каких мы и не подозревали. Остров открывает нам грибнистых крокодилов в абсолютно новом свете. А впереди ждут новые сюрпризы. По Торосову проливу движутся вооруженные силы рептилий. Длинные заплывы по морю даются нелегко. Но крокодилы – отменные пловцы. Они ловят течения и используют силу океана для передвижения по нему. Вместо того, чтобы сражаться с разрывными течениями, они пережидают их. Они могут отдыхать на дне более часа, не поднимаясь все это время за воздухом. Мощный хвост помогает им передвигаться со скоростью около двух километров в час. Костные пластинки у них на спине служат им солнечными батареями, давая энергию. Встроенные крокодили и GPS помогают им не сбиться с курса. За крокодилами впервые проследили от различных рек по всему мысу Йорк и в ходе их миграции через проливы. Теперь мы знаем, что все они в итоге собираются в одном месте. Место для спектакля подготовлено. Все действующие лица прибыли. Это затишье передбой. Дорога суда отняла столько сил, и теперь крокодилам надо, чтобы усилия окупились. Некоторые крокодилы пробыли в море так долго, что на них поселились усоногие рачки. Некоторые преодолели путь в целых 80 километров по океану. Но даже если они потратили на дорогу лишь день, именно следующие часы имеют значение. Им понадобятся все до последнего теплые лучи, чтобы подзарядиться для того, что ждет впереди. В последних лучах света крокодилы готовятся к битве. Арену готовы взять штурмом. Освещаемые полной луной крокодилы занимают позиции. Измученная самка черепахи пытается вернуться в безопасные воды. Субтитры создавал DimaTorzok Но крокодилам нужно кое-что другое. Они собрались здесь ради черепашьего молодняка. Для этого они были готовы совершить столь долгое, изнурительное путешествие на Крабовый остров. Это настоящий шведский стол. Большинство крокодилов на острове попросту слишком малы, чтобы одолеть взрослых черепах. Но даже для самых крупных крокодилов молодняк гораздо более простая и безопасная добыча. А новорожденных черепах здесь множество. Крокодилы главные охотники в прибрежной зоне. Но не они одни хотят полакомиться малышами-черепашками. Два очень разных, но одинаково безжалостных хищника охотятся в одних водах. Они находятся в критической точке. Эти океанские исполины до сих пор распаривают друг у друга права на охоту у Крабового острова. Однако крокодилы тут в выгодном положении. Они могут не думать о своих водных врагах и охотиться прямо на пляж. Несмотря на прохладу, тепло, накопленное ими в течение дня, позволяет им передвигаться, подняв корпус над землей и на ходу поглощать высококалорийных черепашек. Обычно грибнистые крокодилы не передвигаются подобным образом. Это требует очень много энергии. Однако каждый крокодил съедает десятки юных черепах, так что это того стоит. Считалось, что более крупным и тяжелым крокодилам сложно ходить на прямых лапах. Но эти хищники с Крабового острова явно не читали сборник инструкций для крокодилов. Крокодилы в очередной раз подтверждают свое умение оптимизировать расход энергии. Как только гнездо пустеет, они отдыхают, застыв, готовясь к появлению новой партии черепах. Отряды крокодилов взяли остров в окружение. Абсолютным сюрпризом является не само то, на кого они охотятся на Крабовом острове, а то, как они это делают. Они не рассредоточиваются, как делают это вдоль рек, а собираются в группы до 12 особей. Изобилие пищи раскрывает нам гораздо более терпимую сторону крокодилов. Неизвестно, являются ли эти грибнистые крокодилы родственниками, но им явно комфортно в компании друг друга. У группы есть свои преимущества. Больше глаз, ушей и носов, чтобы обнаружить крошечных черепашек. Они также могут более эффективно прочесывать пляж, бок о бок. Нет сведений о том, чтобы крокодилы вот так, объединив усилия, охотились на суше. Крокодилы с Крабового острова выводят царствование этих рептилий на совершенно новый уровень. В таких неравных условиях черепахам остается лишь брать числом. Выводки выползают из десятков черепашьих гнезд одновременно. Середина ночи должна была бы быть самым безопасным временем для гонки к океану. Но не на этом острове. Крокодилы демонстрируют невероятную для преимущественно водного животного ловкость. Крокодилы обладают хорошим ночным зрением, однако в кромешной тьме задействуют все свои развитые органы чувств. У них прекрасное обоняние. И очень вероятно, что они отчетливо чуют запах детенышей черепах. Также они ощущают чувствительными участками кожи вибрацию, которая исходит от пробивающихся сквозь песок черепашек. Но крокодилы не только умелые палачи. Если количество новорожденных черепах уменьшается, они ищут другие места на острове. Это любопытствующие животные. И они разделяют районы, когда видят других охотящихся крокодилов. Так они увеличивают шансы на успех. КОНЕЦ Полночь на Крабовом острове. События на арене достигают кульминации. КОНЕЦ 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 Истребление черепах продолжается до ранних утренних часов в невиданных ранее масштабах. По всему острову различными группами охотятся до 40 крокодилов. Этот уникальный спектакль – не единичное событие. Пир на Крабовом острове будет продолжаться почти каждую ночь в течение многих недель, даже месяцев. КОНЕЦ К рассвету хозяева острова уже не в состоянии поглощать пищу. Наевшись до отвала, они ждут первых лучей солнца, которые согреют их и помогут переварить блюда ночного фуршета. Это может выглядеть как массовая расправа над черепахами. Но их численное превосходство не даст им проиграть в этой береговой битве. Крохотной самке австралийской зеленой черепахи удалось, вопреки всему, пробраться через ряды хищников. Она начинает свою жизнь в океане. Вместе с другими детенышами все следующие сутки она будет плыть как безумная, стараясь избегать акул и прочих морских врагов. До взрослого возраста доживет лишь одна из 600 вылупившихся на острове черепашек. Но этого достаточно. Если она выживет, через 20 лет эта самка вернется, чтобы отложить яйца и снова встретиться с крокодилами на арене Крабового острова. Сезон размножения черепах заканчивается, и крокодилов обуревают уже другие желания. Многие из них возвращаются на родные реки на континенте, чтобы обзавестись потомством. Именно это может быть причиной того, что они участвуют в этом ежегодном празднике обжорства. Это повышает их уровень энергии и позволяет производить более здоровое потомство. Возможно, когда-то этот остров стал их случайной находкой, но теперь он занял прочное место в Икраине. События на Крабовом острове открывают нам способность крокодилов к адаптации. Они могут извлечь максимальную пользу из любой пищи, где угодно. И самое удивительное, они способны ладить друг с другом, когда и если это им нужно. И это делает их по-настоящему великими рептилиями. Чем больше мы узнаем об этих правителях мира рептилий, тем больше понимаем, как мало мы знаем. Как на поле боя, так и вне его грибнистые крокодилы не устают насудиваться. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Игорь Тарадайкин. Тропическое северное побережье Австралии это малоизученные дикие земли. А прямо рядом с ним расположен остров, скрывающий зловещую тайну. Крабовый остров кажется рай. Но вскоре он окажется во власти темных сил. Невиданные ранее, пугающие события нарушат мирное течение жизни острова. На смертельной арене, единственной в своем роде на планете, сражаются самые фантастические обитатели океана. Нашествие крокодилов Мыс Йорк, май. Вся северная конечность Австралии прорезана змеящимися к морю извилистыми реками. Мощные приливы наполняют и питают эти реки. Так что пищи в них хватает круглый год. Это идеальное место обитание для одного из крупнейших в мире хищников грибнистого крокодила. Схватки между самцами бывают жестокими. Крокодилы бьются за территорию. Самцы крокодилов патрулируют свою часть реки, ревностно охраняя запасы пищи и самок. Самый большой крокодил, Босс, контролирует лучшие угодья на реке, простирающейся на сотни метров. Этот пятиметровый гигант мгновенно пресекает любые посягательства соперников с помощью грубой силы. Крокодилы властвуют в этих соленых, приливно-отливных реках благодаря особой железе на языке, которая помогает выводить излишек соли из организма. Она не только позволяет крокодилам выдерживать соленую воду в реке. Солевая железа – это их пропуск в океан. Крокодилы могут заплыть на сотни километров в открытое море. Прямо сейчас этот самец поставил перед собой цель. Он направляется к Крабовому острову, чтобы присоединиться к собратьям. Это передовая группа десанта. Крокодилы, знающие секрет острова, и это знание меняет их правила боя. Вместо того, чтобы согреваться в удалении друг от друга, эти обычно территориальные животные делают это вместе. Практически в любом другом месте они бы уже подрались. Но на данном острове эти бойцы почему-то не открывают огонь. Наскоро к ним присоединятся и другие, посвященные в тайну крокодилы. На Крабовом острове вот-вот произойдет неимоверное сражение. Но для этого должны появиться черепахи. Австралийская зеленая черепаха долго странствовала по Арафурскому морю вокруг северной части Австралии. Но теперь пришла пора размножения. После спаривания самке необходимо найти пляж, чтобы отложить яйца. И ее неотвратимо влечет к арене на Крабовом острове. Когда прибывают черепахи, мирное течение жизни острова нарушается. Береговая линия – опасное место. Это первая из многих австралийских черепах, которым придется пробиваться с боем. Острозубые акулы несут смерть на мелководье. Но на берегу она должна быть в безопасности. Своими сильными ластами черепаха роет глубокую яму, в которую откладывает порядка 50 яиц, а затем возвращается в море. Австралийские зеленые черепахи – крупные и крепкие существа с опасным укусом. Она не пасует даже перед бандой крокодилов. И как ни удивительно, они пропускают ее. Но у многих черепах есть боевые шрамы. На эту самку недавно напала акула. На других черепахах можно заметить следы старых ран. Некоторые погибают от ранений. Их тела быстро находят падальщики. Даже грибнистые крокодилы не против полакомиться падалью. но острозубые акулы не дремлют. Но острозубые акулы не дремлют. они подплывают, учуяв кровь в воде. Другой крокодил тоже готов посоперничать. Другой крокодил тоже готов посоперничать. Когда речь идет о еде, перемирие между грибнистыми крокодилами отменяется. А альфа-самец первым переходит в нападение. Он изо всех сил бьет головой по воде, предупреждая держись подальше. Труп черепахи остался без охраны и акула тут как тут. Хотя острозубые акулы опытные охотники на мелководии, черепаха все же вне ее досягаемости. Акулы оттеснили доминантного самца крокодила, и его соперник пользуется этим. Альфа-самец понимает, что вот-вот упустит свой обед. Но впечатляющий размер конкурента заставляет его хорошо подумать. Обдумав все, он все же решает побороться. Он пытается вернуть черепаху. Но из-за волнения делает серьезную ошибку. На суше он может зафиксировать тело черепахи. Но затащив черепаху на глубину, он теряет свое преимущество. Акулы гораздо быстрее и проворнее. Два этих высших хищника редко встречаются. Не говоря уж об их сражениях. Это выдающееся противостояние. В ходе последующих нескольких месяцев крокодилы, черепахи и акулы столкнутся в невиданном ранее представлении, превращая этот спокойный остров в зону боевых действий. Оставшимся в родных реках крокодилам не приходится отбивать у акул черепашье мясо. Здесь они хозяева положения. Грибнистые крокодилы, эксперты в маскировке и охоте из засады. Погрузившись в эти мелкие воды, крокодил терпеливо поджидает ничего не подозревающую добычу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Крокодилы безусловные властители этих рек. Есть еще одна причина, почему именно сейчас им следует оставаться на месте. До периода спаривания крокодилов остались считанные месяцы. Лучшие места для строительства гнезд привлекают большинство самок. Жизнь кипит здесь как никогда. Альфа-самцы держатся со своих территорий. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Но что-то спровоцировало странное изменение в их поведении. Самец-помельчик родился по территории босса, оставаясь вне поля видимости. Он явно что-то задумал. И не только он пришел в движение. Неожиданно свою территорию покидает и крупный самец. Он контролирует лучшие места для гнезд на реке, так что может позволить себе выбирать самок. Но вместо этого невероятно сильный импульс уводит его от дома. Он отправляется в опасное путешествие, которое займет не один день. И ему придется столкнуться с приливом. Однако, чтобы заставить их бросить территорию, пищу и самок, это путешествие должно подразумевать особое вознаграждение. В путь выдвигаются не только доминирующие самцы, но и молодые самцы из гои. Самки тоже покидают дом. Невероятным образом гребнистые крокодилы из рек вокруг мыса Йорк приходят в движение. И, похоже, все они движутся к побережью. Начался всеобщий поход на Крабовый остров. Сотни километров оттуда в Арафурском море все больше австралийских зеленых черепах стремится на сушу. Но им подойдет отнюдь не любое побережье. Они проплывают мимо даже идиллических островов. После долгого времени, проведенного в море, внутренний магнитный компас ведет каждую самку к единственному острову, который она когда-либо знала. Крабовый остров, вокруг которого нет рифов, идеально подходит черепахам с хрупким панцирем. Большинство этих черепах родились здесь. И теперь лишь здесь могут отложить свои яйца. День за днем сюда прибывает все больше крокодилов, ожидающих важного события. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Но температура растет, а порывы ветра достигают 50 километров в час. Так что это суровое место для посетителей. И особенно для откладывающих яйца черепах. Когда полуденная температура достигает 40 градусов, черепахи начинают выползать на берег. Одна за другой. И вот их уже десятки. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Большинство других видов морских черепах просто испеклись бы тут заживо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Даже для крокодилов здесь слишком жарко. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Огромные рептилии беззащитны крошечными, жалящими насекомыми. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пляжи тянутся на 6 километров. Однако в поисках лучшего места для гнезда некоторые черепахи теряют ориентацию. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Эта самка заблудилась в глубине острова. она совершенно измотана. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ее жизнь завершается на том же острове, где она когда-то появилась на свет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА События на арене Крабового острова набирают обороты. Большинство самок отложат яйца еще дважды или трижды за сезон. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Этот теплый песок теперь станет инкубатором для тысяч кладок яиц. Крабовый остров – самое большое и важное место размножения австралийских зеленых черепах в мире. все дело в его изолированности. Другие хищники могут добраться сюда, лишь преодолев втаящее множество опасностей воды. А крокодилы готовятся взять его штурм. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Двигаясь вниз по течению, эти крокодилы добрались до побережья. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здесь, в густье реки Джардин, начинается один из самых опасных участков пути. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Самец остановился передохнуть на южном берегу. Он пробыл здесь день, просчитывая следующий шаг. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А он не повернет назад. Слишком многое поставлено на кон. Он ждет, когда океанские течения будут благоприятны, затем отправляется к Крабовому острову. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не он один приходит в движение. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Другие крокодилы, из таких рек, как Скардан, Джексон, Кристал Крик и Джардин, движутся в открытый океан. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Черепахи возвращаются на Крабовый остров, проведя 20 лет в море. Но именно следующие несколько часов станут наиболее опасными в их жизни. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сезон размножения в самом разгаре. Одни за другими полчища черепах выходят на берег день и ночь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Только за следующие сутки порядка 500 австралийских зеленых черепах отложат яйца на этом острове. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Происходящее на Крабовом острове ночью оставалось для нас полной загадкой. До сих пор. Специальные камеры, снимающие при свете луны и звезд, позволяют нам заглянуть так далеко во тьму, как никогда ранее. Впервые в истории открывая нам происходящее на Крабовом острове в самые мрачные часы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Грибнистые крокодилы, расслаблявшиеся на пляже днем, теперь переключаются в режим охоты. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Черепаха вырывается изо всех сил, но челюсти крокодила держат ее мертвой хваткой. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Она еще может ускользнуть, если он разомкнет челюсти, чтобы схватить покрепче, но она упускает свой шанс. Охотник за черепахами четко знает, что делать. Он затаскивает ее на глубину, чтобы утопить. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Именно теперь начинает приоткрываться уникальная, сокровенная тайна острова. Прошло три месяца с тех пор, как первая основная волна черепах отложила свои яйца. Остров ожидает новое нашествие черепах. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Некоторые из этих детенышей вывыпились уже несколько дней назад, но ждали под песком, когда на свет появятся остальные братья и сестры. Один за всех и все за одного. Только так можно осуществить великий побег. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Первым препятствием, словно проволочное заграждение по периметру, оказывается растительность. Подгоняемые братьями и сестрами, 30 с лишним юных черепах выбираются из гнезда. Но во тьме их поджидает множество голодных ртов. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ночной патруль из птиц, каледонских кваков и азиатских ябиру готов атаковать цель. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Аист, словно беспощадные жнецы, методично и с легкостью расправляются с черепашатами. Но аист медлителен, и пока он занят с их собратьями, несколько юных черепашек умудряются ускользнуть. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Он просто продолжит искать и уничтожать в другом месте. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Самка черепахи мертва, но лишь очень сильный крокодил сможет расчленить ее тело. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Увы, на его добычу есть и другие претенденты. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА И это не только его заклятые враги, но и другие крокодилы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Они держатся рядом, очень близко. И он постоянно чувствует давление. Но он не уступает и не отказывается от обеда. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Смертельное вращение – лучший способ расчленить крупную черепаху. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Однако то, что началось с конфликта за еду перерастает в нечто гораздо более любопытное. Очень осторожно приближается крокодил поменьше. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А затем случается весьма удивительная вещь. Крупный самец подставляет свое наиболее уязвимое место другому крокодилу. Он должен быть абсолютно уверен, что тот не нападет. Может, это самка? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что совсем уж удивительно, он позволяет другому крокодилу поесть его черепаху. Это невероятно нетипичное поведение. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Засунув голову глубоко в панцирь, крокодил не способен защищаться. Может, он знает, что это безопасно? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Может ли это быть свидетельством того, что крокодил из Крабового острова это не просто скопление случайных особей? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Возможно, это пары или даже родственники. Никто прежде не исследовал теорию о том, что грибнистые крокодилы могут жить семьями. Может быть, крокодилы, приплывающие на Крабовый остров, общаются и имеют такие социальные связи друг с другом, о каких мы и не подозревали? Остров открывает нам грибнистых крокодилов в абсолютно новом свете. А впереди ждут новые сюрпризы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Длинные заплывы по морю даются нелегко. Но крокодилы – отменные пловцы. Они ловят течение, используют силу океана для передвижения по нему. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вместо того, чтобы сражаться с разрывными течениями, они пережидают их. Они могут отдыхать на дне более часа, не поднимаясь все это время за воздухом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мощный хвост помогает им передвигаться со скоростью около двух километров в час. Костные пластинки у них на спине служат им солнечными батареями, давая энергию. Встроенные крокодили и GPS помогают им не сбиться с курса. За крокодилами впервые проследили от различных рек по всему мысу Йорк и в ходе их миграции через проливы. Теперь мы знаем, что все они в итоге собираются в одном месте. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Место для спектакля подготовлено. Все действующие лица прибыли. Это затишье перед боем. Дорога сюда отняла столько сил, и теперь крокодилам надо, чтобы усилия окупились. Некоторые крокодилы пробыли в море так долго, что на них поселились усоногие рачки. Некоторые преодолели путь в целых 80 километров по океану. Но даже если они потратили на дорогу лишь день, именно следующие часы имеют значение. Им понадобятся все до последнего теплые лучи, чтобы подзарядиться для того, что ждет впереди. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В последних лучах света крокодилы готовятся к битве. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Арену готовы взять штурмом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Освещаемые полной луной, крокодилы занимают позиции. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Измученная самка-черепахи пытается вернуться в безопасные воды. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Но крокодилам нужно кое-что другое. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Они собрались здесь ради черепашьего молодняка. Для этого они были готовы совершить столь долгое, изнурительное путешествие на Крабовый остров. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это настоящий шведский стол. Большинство крокодилов на острове попросту слишком малы, чтобы одолеть взрослых черепах. Но даже для самых крупных крокодилов молодняк гораздо более простая и безопасная добыча. А новорожденных черепах здесь множество. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Крокодилы главные охотники в прибрежной зоне. Но не они одни хотят полакомиться малышами-черепашками. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Два очень разных, но одинаково безжалостных хищника охотятся в одних водах. Они находятся в критической точке. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Эти океанские исполины до сих пор распаривают друг у друга права на охоту Крабового острова. Однако крокодилы тут в выгодном положении. Они могут не думать о своих водных врагах и охотиться прямо на пляж. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Несмотря на прохладу, тепло, накопленное ими в течение дня, позволяет им передвигаться, подняв корпус над землей и на ходу поглощать высококалорийных черепашек. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Обычно гребнистые крокодилы не передвигаются подобным образом. Это требует очень много энергии. Однако каждый крокодил съедает десятки юных черепах, так что это того стоит. Считалось, что более крупным и тяжелым крокодилам сложно ходить на прямых лапах. Но эти хищники с Крабового острова явно не читали сборник инструкций для крокодилов. Крокодилы в очередной раз подтверждают свое умение оптимизировать расход энергии. Как только гнездо пустеет, они отдыхают, застыв, готовясь к появлению новой партии черепах. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Отряды крокодилов взяли остров в окружение. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Абсолютным сюрпризом является не само то, на кого они охотятся на Крабовом острове, а то, как они это делают. Они не рассредоточиваются, как делают это вдоль рек, а собираются в группы до 12 особей. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Изобилие пищи раскрывает нам гораздо более терпимую сторону крокодилов. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Неизвестно, являются ли эти грибнистые крокодилы родственниками, но им явно комфортно в компании друг друга. У группы есть свои преимущества. Больше глаз, ушей и носов, чтобы обнаружить крошечных черепашек. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Они также могут более эффективно прочесывать пляж, бок о бок. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Нет сведений о том, чтобы крокодилы вот так, объединив усилия, охотились на суше. Крокодилы с Крабового острова выводят царствование этих рептилий на совершенно новый уровень. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В таких неравных условиях черепахам остается лишь брать числом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Выводки выползают из десятков черепашьих гнезд одновременно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Середина ночи должна была бы быть самым безопасным временем для гонки к океану. Но не на этом острове. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Крокодилы демонстрируют невероятную для преимущественно водного животного ловкость. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Крокодилы обладают хорошим ночным зрением, однако в кромешной тьме задействуют все свои развитые органы чувств. У них прекрасное обоняние. И очень вероятно, что они отчетливо чуют запах детенышей черепах. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Также они ощущают чувствительными участками кожи вибрацию, которая исходит от пробивающихся сквозь песок черепашек. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Но крокодилы не только умелые палачи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Если количество новорожденных черепах уменьшается, они ищут другие места на острове. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это любопытствующие животные. И они разделяют районы, когда видят другие...